Девушки отдыхают 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 Ну, в принципе, можно сказать и так, да. Слушай, она очень старо смотрится, ей на вид не 22. Ну, что, только во 50, но, может, чуть меньше. Ну, 22 точно нет. Роза вообще в шоке. Что ты так, Роза, головой от зависти прямо всю искрутила? Есть чему завидовать. Олесь, она тогда, помните, как вас здесь гнобила, подом съедала, а после этого побежала, себе это уже сделала. Я так и знала, что Роза мне завидовала, всегда это чувствовала. Конечно, конечно. Увидела примеры и поняла, к чему надо стремиться, понимаете? Стремиться к высшему. Да, похоже, ничего натурального, но, может, хотя бы чувство юмора есть. Но если только чувство юмора, это ужас. Девчонки, на вас смотреть одно удовольствие. А что вас, в общем-то, роднит? Мы очень любим кошек вдвоём. Ну, мы познакомились в клубе по разведению кошек. Вот, как бы, у Олесы две кошки, у меня две кошки тоже. Ну, во-первых, у неё её мама, как бы, ну, взрослая кошка, а у меня её дочка, вот. У нас, как бы, кошки, в принципе, родственные, вот. Ну, и плюс мы очень любим заниматься кошками, разведением, мы продаём их вместе. Ага, Вероничка, ну, вы же с Олесей познакомились ещё до того, как вы превратились вот в такую вот невозможной красоты девушку. Ну, в принципе, да, до, ну, как бы, я любила уже в то время совершенствоваться, ну, совершенствоваться, вот. Ну, просто, допустим, вот губы, грудь, это всё долговременный процесс, вот. И первую операцию сделала 18 лет, вот. А губы я начинала уже делать лет 16. Паша, тебе нравится большая грудь? Вот, ты получил. Она нравится, когда она натуральная, а не? А, то есть для тебя важно, чтобы она была натуральной. А губы, посмотри, какие губы. А вам сколько тюнинг-то обошёлся? Мне дорого, а вам как? Ой, что тебе дорого? Тюнинг мне дешево обошёлся. Ну, мне тоже спонсор. Ну, губах у меня уже миллион. Ничего себе. А тогда грудь сколько? Ну, грудь поменьше миллиона, просто у меня пока одна операция, вот. Где она такие бабки взяла? Миллион? Да. Почему бы мозги новой купила? Вот, вот. Давайте всё-таки будем сейчас сначала про любовь и немножко деньги. И вот этот Альфонс, мальчишка, который вам выматывал нервы, при этом ничего не давал, вы ему всё дарили, его содержали. Нет, ну, как бы подарков я ему не дарила, вот. Я даже не знала, когда у него день рождения, но я забывала постоянно прийти, что он бежался. Ну, кормили. Ну, в рестораны, да, да, да. Она даже без нала, да. Она как-то стерва. Нет, чтобы напоминалку в мобильнике поставить, но сразу видно балондинка. Счастье моё, как вам удавалось его обманывать? У вас ночная работа, у него дневная. У него вообще работа-то была. Ну, он вообще военный, он на службе служит. Да. Ну, она врать мастак, она такая же, как и я. Я сомневаюсь, что какие-то там черты интеллекта её могут заинтересовать. Вероника, ну, у вас появился и спонсор параллельно, который нелюбимый, но хотя бы не давал в голову умереть. Да, он был, конечно, значительно старше меня, вот, и старше моего тоже военного этого, вот. Ну, взрослый, как бы, мужчина, он очень обеспечен, у него свой бизнес. Ну, да, он мне полностью, как бы, помогал во всём, вот. А вы на эти деньги своего военного содержали? Нет, ну, не только, он меня, как бы, он меня вкладывал во внешность, всё. Ну, и плюс ко всему, да, как бы, я своего военного водила, там, по разным местам. На эти деньги? Да, ну, плюс он мне ещё давал деньги, как бы, мне вот, ежемесячная моя сумма, которая мне нужна, она очень-очень велика. А какая? Ну, хотя бы, там, от 500 тысяч. Скажите, а он как прям вкладывал? Говорил, вот, иди, делай вот то, как у Алиси? Ну, да, ему очень нравится вот такая грудь, как у меня, губы, там, и так далее. Да, и он, как бы, меня прям брал, можно сказать, за ручку. Богатый мужчина, надо заметить. И причём очень богатый, да. А не узнал про военного-то? Нет, он не знал. А военный тоже про это не знал, да? Ну, этот, военный, правда, про этого потом узнал, но когда мы уже расставались. Что ему мешало пойти к обычной девушке с тонкими, злобными губами, с морщинами, плоской? Ну, потому что такие... Ну, а Вероника более сексуальная, может, она его внешне привлекала. Ну, конечно. Он, в принципе, и сейчас был всегда со мной, и так бы, и дальше, но просто мне он, ну, не нужно, надоело. Ну, хочется уже, в конце концов, олигарха найти, и всё. Спонсор банкротился, и сейчас в переходе поёт. Она более расточительная по сравнению с собой. Ну, у меня как бы деньги, да, я вообще не экономила. Она их тратит, тратит. Нет, а вот дать бабу буду тратить. А кого вы больше любили, Вероника? Ну, знаете, в принципе, я ни того не любила, ни того. Ну, больше у меня симпатии было, ну, к моему взрослому мужчине. А к этому просто он был такой весёлый, вот с ним, как бы, интересно было проводить время, но не больше того. А вы 500 тысяч на что тратить-то будете? Ну, у меня очень много расходов. Ну, а сушите, какие? У меня, во-первых, квартира в центре Москвы, вот у меня огромная студия. Снимаете? Ну, пока да. Плюс у меня уходит каждый месяц я колю губы. А сколько на губы? Ну, там у меня самый лучший гель, вот один укол стоит... Ну, как бы у меня самый... Каждый месяц? А? Каждый месяц, просто я даже больно. Я каждый месяц колю, да. Ну, они же, это, сдуваются, да? Они сдуваются мне каждые две недели. Вы, кстати, у Алиски сдулись. Да. С прошлого раза. Малёк, да, человек мало стало. Через пару лет совсем старушкой будет. Да, все там виснет уже, будет мешать при ходьбе. А еще чего вы? Ну, поели вы эти суши-муши, что там они, Екатерина? Нет, ну, мы... А кошки, у нее две кошки, они много лежат, и кошек задержать тоже очень можно. А какой гардероб? У нее вообще, он две тряпочки просто-напросто. Ну, это сейчас, я же не могла с собой принести весь гардероб всюду. Слушай, Деруза, вот ты не разбираешься, и не надо тогда с девчонками говорить об этом. Нет, послушка, ну, я могу не разбираться, в конце концов. А женихов-то как тестировать-то? Тебе сказали просто, богатый. Нам зачем углодраться? А знаешь, как бы было красиво. Богатый, во-первых, все время каждую копеечку считает, а мы каждыми счет будем предъявлять. Ну, смотрите, вот давайте так и разбираться. Вот если богатый, значит, не дурак, значит, умный, да? Да. Раз смог заработать деньги. Конечно, если он смог уже, как бы, ну, сколотить свой определенный капитал, у него должны быть, прежде всего, в Москве, да. И понятно, для чего он вам нужен. А вы что ему дадите в свою очередь? Ну, себя, свою красоту, своих кошек, вот, ну, как бы, свою любовь, свое расположение. Убой, свое внимание, вот. И, как бы, не каждая девушка, вот такая, как я, может вообще обратить внимание на какого-либо мужчину. Вот, и для него должно быть же счастье, что с ним будет работать. Олеся, ну, вот, вы же у нее учительница не только по тому, что вот внешность нужно, да, копировать, но еще, наверное, и даете советы умные. Ну, да, вот она говорит, что нужен обязательно богатый мужчина, там, я говорю, ну, вот, понимаешь, для создания семьи не только, вот, важна составляющая, вот, именно финансовая. Может, у них вообще какой-то комплекс неполноценностей, из-за чего они это все делают? Кстати, очень может быть. Вот, лично я считаю, и ее тоже на этот путь наставляю, что для создания семьи нужен мужчина не только богатый, но еще и по внешне более-менее привлекательный, потому что рожать детей от богатого и внешне непривлекательного мужчины, это, я считаю, вверх, просто неуважение к себе, рожать, соответственно, некрасивых детей каких-нибудь ужасных, с удержанием, это ужасно. Ну, я говорю, даже если мужчина некрасивый, он обеспеченный, вот, как бы, я ее учу тоже немного. Ну, главное, чтобы был красивый и хорошо зарабатывал. Ну, мне, как бы, моя система, главное, чтобы мужчина был богатый. Если, как бы, он, там, он некрасивый, то можно обмануть его, ну, пойти, там, начать от другого в тот же день, да, с ним, как бы, сказать, что ребенок от него от красивого. А он сейчас дурак, что ли, мужчина умный. Да, я и говорю, пойдет, придерживаясь, что ему это надо. Ну, когда пойдет, он уже припишет у тебя, там, квартиры, бизнес и все. Да? А не боитесь, что он потом просто возьмет и сдует вас? Ну, а как он сдует? Ну, да вот так вот, возьмет от злости, прямо вот так, и вы ломите. Да ладно, так он, да. Да нет, можно. А какие мужчины жестокие, если их обманывают? Отдавление. Они очень жестокие. У меня просто слов не ошибся. Девчонки, вы заикнулись по поводу детей. Да. То есть вы хотите все по-человечески, чтобы детки были? Обязательно. А они не испортят вот то, что вот с таким трудом заработано-то? Ну, это все коррекции поддаются. Ну, в смысле, вот, допустим, с грудью можно родить ребенка и, как бы, кормить грудью, вот, можно, это новые, новейшие импланты. Вот, но единственное, если там, как бы, немножечко они могут растяжки быть, все, но это можно переделать все. Вот, а губы, если, ну, такая форма, если она надоедает, то существует один просто укол, его вкалывают, эти, как бы, кислота вся, она разбивается за сутки. Честно говоря, меня немножко пугает она. Мне она нравится, но немножко меня в ней что-то пугает. Я не знаю, что еще. А подождите, Вероника, это же не ваше настоящее имя-то. И фамилия у вас. Ну, это имя, которое скоро будет у меня. Вот, я сейчас собираюсь менять полностью. А по паспорту вы кто? Ну, зачем это обязательно говорить? Ой, а вы зря, кстати, от своих корней-то отказываетесь. Ну, а мне не нравится. Вы, Евгения Самоделкина. Фамилия-то какая! Понимаете, это же как, этот, левша! Это же супер просто! Чего же вы какую-то там берете не иностранщину? Что вот такую красоту нужно под... Ну, если мне нравится, это, как бы, мое право. Я хочу беру, хочу не беру. Ну, это мой псевдоним, это мое, как бы, сценическое имя, фамилия. Мне девушка более изысканная, и ей это имя простое не подходит. Она убеждена в том, что ее должны содержать, что она идеал, и что она для этого создана. А, кстати, вы не делали бразильскую попку? Нет, бразильскую попку я не делала. Мы хотим быть стройными, как модели, а когда такие здоровые ж... как у коров. Нам не нравится. Да ладно, это... Нам нравятся девушки, модели не... А что, у Лопас такая, что ли? Ну, нам не нравятся такие женщины, как... Она как бы такая битая вообще не то. Вы знаете, как говорит Александр Васильев, либо делаем яркими глаза, либо губы. Поэтому либо делаем большую грудь, либо большую попу. Ты прямо как будто не в тренде, ты не понимаешь. Вот она туда же, вот знаешь, вот слышит, как говорится, звон, они не знают, где он. Да ладно, я начинаю еще только. Поздно начинаете. Я бы вот тоже ебу же, да, вот подкачала бы уже. Я давай к следующему. Нет, подожди, либо очки, либо губы на лице. Губы. А поздали, что у меня очки будут на губах. Да. Ой, девчонки, удовольствие. Я бы с вами вот так болтала бы до утра, но нужно знакомиться с женихами. Они позиционируют себя как конфетки какие-то, лакшери. Короче, они крутые, не каждому они зайдут. По-моему, крутая может быть только обертка внутри, но не мне вам говорить, что я. Давайте, девочки, уже советуйте и по-стариковски, Рос. А что советовать-то? Богатый, красивый. Мы сейчас у нее спросим, может ли она любить, или она только деньги. Кстати, да, надо спросить у нее. Потому что это важно. Хороший вопрос. Если она любить не может, тебе такая не нужна. Если девушка так целенаправленно к чему-то стремится, она должна это получить. А звезды, это не от себя, тем тут не неси. Нет, подожди. Но звезды говорят, ну, меркантильная девушка, при чем здесь от себя, тем? Просто козерожье Венеру, что тут еще? Ну, хочется человеку. А вот эти бумажки-то настрелили? Подожди. Вот это, смотри. Значит, два номера программы. Эти бумажки, это такая интрига. Значит, я рассчитала даты рождения тех, кому в этом году, в 2013-м, повезет и в любви, и в деньгах одновременно. Это такие счастливцы абсолютные. Их на самом деле не очень много, но я в конце программы вытащу случайным образом и назову только троих. Всех остальных не назову. Ой. Ну, хорошо. После рекламы у нашей невесты состоится первое свидание. Не пропустите. Майонез Махеев – это отборные желтки, премиальное подсолнечное масло и лимонный сок. Поэтому он так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в студии Вероника. Идите, встречайте первого жениха. Удачи. Привет, Вероника. Я Павел, 22 года. Рак, не судим, не женат. Я хочу подарить тебе этот небольшой подарок. Красота спасет мир, а в твоем случае вообще всю галактику. Пойдем присядем. Спасибо. Это первый жених. Вам с ней вообще никак, да? Не знаю. Давайте на вас посмотрим, чтобы узнать вас получше. Павел, 22 года. Интернет-предприниматель. Гордится тем, что заработал свой первый миллион в 16 лет и трижды попал в Книгу рекордов Гиннесса. Мечтает открыть благотворительный фонд по борьбе с наследственной болезнью глаз. С каждой из 300 девушек из своей записной книжки Павел имел краткосрочный роман. Но ни одна из них не захотела построить с ним полноценных длительных отношений. Надеется, что Вероника захочет с ним остаться навсегда. Вас называют орловским билгейцем. Да, так получилось. То есть пресса так прозвала. Вы свой первый миллион, извини, что это рознь, конечно, вопрос, но я вам его задам. Первый миллион заработали в рублевом эквиваленте или в долларовом? Да, к сожалению. Но я же не Мария Шарапова, чтобы в 17 лет именно в долларах. А вы хотите все свои миллионы тратить на благотворительность? Ну, это путь Билла Гейтса настоящего. Я думаю, что можно в начале карьеры потратить многое на себя. Нет, если вы хотите красоту, вот такую, как Вероника, то она сама будет распоряжаться. На какую благотворительность, куда это все тратить? Только если на кошек. Мне надо, чтобы все деньги хранились у меня, а я уже буду распоряжаться. Погоди, смотри, если он первый миллион заработал в 16 лет, он вполне может оплачивать имплант. Да, если он просто так ее купит. Павел, скажите, пожалуйста, у вас было огромное количество девушек, с которыми у вас могли бы сложиться отношения. Почему одна из историй не закончилась ничем? Это были неправильные пчелы, которые давали неправильный мед. То есть для того, чтобы найти девушку своей мечты, надо, естественно, самому выложиться по полной и даже сильнее. А вы не выкладывались? Вот у вас была одна девушка, которая вас пригласила в ресторан. И вот вы посидели, пообедали или поужинали. И почему-то решили, что она должна оплатить, раз она пригласила. То есть она сказала вообще, то есть мы встречаемся с тобой в ресторане, первое свидание, все такое. В реале она оказалась еще хорошей, чем на фотографиях. Шестой размер груди, горящие зеленые глаза, длиннющие темные волосы. Если бы можно влюбиться было моментально, я бы это сделал. Ну, то есть хорошо с собой? Да. Ну, так а почему тогда она должна была платить? Вы же не бедный человек. Я все-таки уверен в том, что чувства должны быть искренними, а не продажными. То есть за какие-то зеленые бумажки ты все не купишь? О, нет, 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 Павел. Знаете, искренне вас полюбят только какая-нибудь уже намучившаяся, очень немолодая женщина с четырьмя детьми. То есть третий сорт не брак? Да. Нет, почему? Но девушка попыталась понравиться вам с помощью своей внешности. А вы чем ее удивляли и поражали? Так что она должна была оплатить ваш совместный ужин в ресторане? Харизма, чувство, юмор. Я думаю, что девушка с ним вряд ли встретилась еще раз после того, как заплатила за мужем. Ну, конечно, да. Кому что понравится? Хотя, может, он, конечно, так искрил юмором, чувством юмора. Вы несколько раз сказали, там, шестой размер груди, это вам должно нравиться. То есть вам вот Вероника нравится, да? Ну, может быть. А это принципиальный размер? Размер имеет значение, я считаю. Нет, просто вязала так с девушками, то есть это чисто случайно получалось. Скажите, ну, у ваших девушек были четверочки, не фантазируйте, а здесь поболее. Еще у вас была история с девушкой, которая специально к вам приехала, по-моему, из Минска, да? Да, была такая забавная история. То есть мы познакомились с девушкой на сайте знакомств, переписывались некоторое время. И она приехала? Да, приехала, тоже был очень приятно удивлен, то есть девушка оказалась еще краше, чем на фотографиях, с горящими глазами, с присутствием чувства юмора. С четвертым номером груди. С жареной курицей в авоське, потому что уже ей никто не собирался оплачивать. Ну, ладно тебе. Почему она сейчас не с вами? Ну, так получилось, то есть девушка была очень вспыльчива, я больше человек, наоборот, спокойный. Скорее всего, они сошлись немного характерами, вот и все. Я думаю, что они не подходят друг другу абсолютно. Нет, а кто подходит ей, как считаешь? Ну, я думаю, что либо ты, либо никто. Я тут почитала, Павел, значит, нашей Веронике нужно, ну, начиная от 500 тысяч, ну, приблизительно я в евро стала считать, 12 тысяч 500. Это будет. А у вас? Ну, я-то, я приблизительно так это. Это ежемесячно, я даже не про еду, не про все остальное, там, за квартиру. Само собой разумеющий. Да, да, да. А у вас сколько ежемесячный доход там? Ну, я уверен, что невесте хватит, хватит ее детям, внукам, правнукам, еще пару тысяч. А вот смотрите, нет, давайте на примере ваших прошлых историй. Вот у вас была девушка, замуж за вас хотела, кольцо у вас просила, а вы ей не купили? Ну, просто у меня тогда было 18 лет, самый такой еще романтический возраст. Ну, жалко было купить, деньги же были. Я бы не сказал, что жалко, просто не видел свадьбу прямо сейчас, может быть, чуть позже. А сейчас готовы жениться? Да, вполне. Ну, недалекого ума, он не может свою жизнь сделать лучше, да? Я бы не сказал, что жалко... Я думаю, что он просто не готов, в принципе, к различным ударам судьбы. Конечно, тем более такая девушка. Ну, у вас, конечно, мудрость и мужской нуль. А вы вообще из какой семьи? Кто у вас родители? Они вас как-то ориентируют по жизни? Ну, мы родители предприниматели, то есть я им по-хорошему обязан всем своим достижениям. Ясно, ясно. То есть мама не научила, не рассказала, что девчонки любят внимание, любят подарки, любят, чтобы их любили. А родители, судя по всему, вас любили очень. Да? Потому что вы чувствуете себя уже подарком. И они говорили, что вы, Пашечка, такой золотой, привезли. Ну, это не наш контингент, да, я так сразу поняла. Может быть, тогда и сюрпризом удивите. А почему бы и нет? Да, действительно. Вероника, пойдем на сцену. Я решил подарить самое дорогое, что у меня есть, себя через яркий зажигательный танец. Пожалуйста, музыку. Ясно, я не понравился. Пожалуйста, музыка. Спасибо. Спасибо. Ну что, Паша, вообще молодец. Присаживайся. Как вам жених? Ну, жених, я считаю, подходит, я, конечно, не хочу его обижать, но он подходит не для обременительных встреч на время, но не для создания семьи. Опять же, о чем я говорила, да, вы не портите наши замечательные с ней гены. Нам нужен мужчина не только богатый, но еще и умный и красивый, соответственно. Но он умный и богатый. Но он не для создания семьи, он подходит для необременительных встреч. И плюс еще внешний вид мне как бы не нравятся такие мужчины. Ей такие не нравятся. Абсолютно, абсолютно не мой тип. Но мне нравится более мускулистый, более другой, европейский более тип внешности. Он как бы... Знаете, если вас будет долларовым дождем осыпать, то он сразу автоматом станет красивым и мускулина. Ну, а если он настоящим сейчас осыпал, я подумала еще о том. Нет, просто видно, что действительно не то, что он там богатый, он будет относиться к ней, соответственно, жалеть деньги, не уделять ей должного внимания и относиться пренебрежительно. Это правда. Послушай, она тебя совсем не поняла. Ты молодец, хорошо выступил. Ну, они уже блондинки. Рос, а тебе понравился жених? Ну, конечно, понравился. Молодой, перспективный. Значит, ну не каждый может заработать в таком практически младенчестве. Миллион заработать. Представьте, какие перспективы открываются, если он... Сколько он в 30 заработает? И что, он-то не пробросается. А что, костюм купила? Отвела на шопинг. Абсолютно. А шопинг, да, обязательно его. А что он еще помолодой? Ну, не мудро, не мудро начинать, конечно, так жить. Весь мир крутится вокруг него. Родители, наверное, ему об этом говорят. Очень хочется, чтобы Пашка так и остался один при своих миллионах. Вот ты еще знаешь, увидишь, она еще к тебе придет, а ты ее сам отвергнешь. Ну, почему? Им нужен богатый папенька. А звезды какую ему дают прогноз, перспективу? Конечно, он подходит для девочек-студенток. Так, соединение Солнца с Юпитером, высочайшего о себе мнения, я бы даже сказала, высочайшего самомнения. Не обоснованно. И никогда, совершенно с вами согласна, и никогда другим не будет. Это человек, для которого основная цель продемонстрировать миру, насколько он значим. Поскольку ко мне сегодня судьба была скупа, и прилетело мне на стол только 100 фальшивых долларов, я решила, что я проявлю настоящую щедрость и начну оглашение счастливцев прямо сейчас. Давай. Так. Ну, какую бумажку? Давай сама покажи. Прекрасно. Человек, родившийся 27 августа 1967 года, в 2013 году будет счастлив и в любви, и в деньгах. Это какая дата? Да, это будет, конечно. 14 июля, 90-го. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736, Роза и Василиса дадут вам совет днём и ночью. Второй жених готовится к рандову с нашей невестой. А пока реклама, оставайтесь с нами. Майонез Махеев с лимонным соком. Махеев, я думаю о том, что ты ешь. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Вероника. Идите, встречайте второго жениха. Удачи. Привет, Вероника. Ты мечтала о богатой жизни, но я могу тебе пока предложить только сладкую. Держи. Спасибо. Спасибо. Проходите. Этот посолиднее. Это наверняка ей может понравиться. Давайте нас посмотрим. Пётр, 30 лет. Владелец кадрового агентства по подбору персонала с интим услугами. Гордится своей работой. Мечтает написать книгу, которая изменит мировоззрение людей. Предупреждает, что привык спать один. За 4 года отношений Пётр так и не решился жениться на своей избраннице и в конечном итоге был ею отвергнут. Надеется, что Вероника подвигнет его на решительные поступки. Пётр, вы заработали деньги весьма сомнительным путём. Они вас осчастливили? Конечно. Потому что вообще, в принципе, процесс моей работы – это осчастливливать людей. Поэтому, соответственно, деньги, которые мне за неё платят, тоже… Вы подбираете девушек для интим услуг состоятельным людям? На самом деле не совсем так, потому что в первую очередь я подбираю именно профессиональных секретарей. Вообще процесс работы выглядит таким образом. Сначала мы проводим собеседование секретаря с работодателем. И, соответственно, если девушка подходит по профессиональным данным, и они друг друга симпатизируют, тогда она уже выходит на работу. Что касается того, что они потом, возможно, становятся любовниками, это личное их дело. Слушайте, не кажется вам, что у него это кадровое агентство больше похоже на сутенёра вообще? Да, кстати, в точку. Скажите, Пётр, у вас была девушка, с которой у вас были отношения 4 года, вы на ней не женились. Почему? По многим причинам, но… Ну, некоторые назовите. Ну, вы знаете, вообще любовь – это жертва, и, видимо, любовь была не настолько сильной, чтобы жертвовать чем-то. А чем пришлось жертвовать-то? Ну, тем, что мне пришлось бы менять свой образ жизни, во-первых, я бы перестал спать, в принципе, потому что я могу заснуть только один, и при этом что-то должно шуметь, либо аудиокнига, либо фильм. Хорошо, но для этого есть наушники сегодня. Ну, почему нет? Ну, можно же как-то договориться. Нет, наушники мешают. Хорошая отмазка, да, девчонки? Слушай, я не могу спать, не могу… Да ладно, пусть не могу. У него, может, денег курни клюёт. На самом деле это не отмазка, это правда. Хорошо, вот давайте тогда так, что мы сейчас будем про прошлое, кругами ходить, человек состоятельный, вот у него такой бизнес, а перед вами сидит красавица Вероника, за которую вы пришли бороться. Вам нравится она? Очень. Очень. Это уже огромный плюс. Я надеюсь, вы не такой жадина-говядина, как предыдущий. Нет, но вообще, на самом деле, я довольно равнодушно отношусь к деньгам, и у меня также патологическое равнодушие ко всяким вещам. Ой, какой молодец! А значит, всё, что будет зарабатывать, будет отдавать. Выносите. Как говорится, пускай носит, чё хочет, да? Да, да. А нам вот надо это. Вы что думаете? Это ж такое дорогое удовольствие. Я думаю, вряд ли он 500 тысяч в месяц может поднимать, поэтому всё-таки у нас появляется шанс. У нас появляется шанс. Готовы денежку-то отдавать? Разумеется. А вот это платвартир большая? Только в том случае, если это действительно будет любовь. Вы знаете, я уже два раза влюблялся с первого взгляда, и поэтому знаю это чувство. Сейчас его не было. Я думаю, не жадно. Я думаю, что, чтобы не отдал, ей всегда мало будет. Да. Я думаю, её проблемы деньгами не решить. Вероника, скажите, пожалуйста, деньги, конечно, это хорошо, это все любят деньги. Скажите, пожалуйста, вы верите в настоящую любовь? Вот искренне? Ты просто со мной вот интересна. Пока я не встречала на данный момент настоящей любви, и пока я в любовь именно с первого взгляда я не верю. Мне кажется, этого просто не существует. Можно вам... Существует любовь к деньгам, любовь к определенному симпатии к человеку. Нет, на самом деле это происходит, Вероника. Именно если человек бедный, мне кажется, никакая там любовь быть не можно. Но как можно деньги с любовью мешать? Там, где есть любовь, ничего кроме любви нет. Любовь – это безусловное чувство. Вы знаете, когда я училась в институте, мне было 17 лет, я думала точно так же. Я не осуждаю эту девушку, потому что я просто никого не любила. Да, я была красивая, мне мужчины дарили подарки, я их просто принимала. Была красивая, а сейчас что-то училась. Просто я выглядела примерно так же, как эта девушка, да, вот. Правда, что ли? То есть вам пришлось проделать все операции обратно? Нет. Дело в том, что я изменила себе внешность, потому что изменилось мое внутреннее состояние, когда я по правде влюбилась в человека, мне стало не нужно ничего. И мне предлагал другой человек замуж, это все, ну, по правде было. Он очень богатый, у него там 10 квартир. Ну, это действительно так. Вот. Но я не смогла это сделать. Требусь на количество квартир. Мне не нужны эти деньги ради того человека, потому что, вы понимаете, жить же не с деньгами. Вот я буду с ним жить, каждый день его видеть, каждый день он передо мной. Он... А грудь не делали, нет? Нет, но до этого я еще не дошла. Наша молодежь немножко, да, повернутая. Ну, что делать? Время такое. Вы хотели спеть что-то, да? Да. Можно? Ну, как в неделю. Вообще пою. Есться корами за лесами, варп маленькая страна. Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна. Вот я примерно так. Там чудо озера искрится, там зла и горя нет. Там во дворце живет жар птица, и людям дарит свет. Миш, может, мы эту заберем? Полечим. Маленькая страна, маленькая страна, кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она? Спасибо! Пожалуйста, проходите. Спонтанная девушка. Скажите честно, вот если бы вам правда мужчина сейчас подарил бы много денег и сказал бы, хочу, чтобы ты выглядела как Олеся Барби, то есть не какая Барби, что я вас молебу, да, вы бы пошли на такие жертвы? Нет. Почему? А если бы любили? Однажды я в жизни поняла, что нельзя ничего делать ради денег, потому что... А ради любви? Надо делать ради себя, а не ради денег. Если вам нужны в этот момент деньги для какой-то цели, вы можете это сделать. Знаете, как сказал классик, вот вы взятки не берете, так как бы вы их давали, а вы бы не брали, это одна история. А вот когда не дают? Нет, у меня такого нет. Вот если бы вам бросали миллионы к ногам, а вы бы их не брали, это была бы одна история. А вы знаете, я просто не могу брать везде и ото всех. А дают? Конечно, но я не... Это у меня уже... Берите пример меркантильный, посмотрите. Ну, пример, по-моему, очевиден всем в этом зале. Берите пример, посмотрите, какая девушка. Кому и когда, из кого брать пример. Пётр, вы как-то так ушли в несознанку, прямо вы сейчас сидите, у вас крыльев не хватает. Покажите то, что вы приготовили для Вероники. Вы знаете, честно говоря, я не успел ничего приготовить, вот. Ну, колечко бы купили. Действительно. А колечко, в принципе, можно купить, разумеется, но... За вас показала сюрприз ваша сваха. Да. Она порадовалась. Поэтому, ребят, спасибо вам большое, и вы можете уже в свою комнату пройти. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, я не знаю. Ну, что скажет. Ну, я сразу могу сказать, это не наш, опять же, контингент, как я повторюсь, потому что мне кажется, с таким мужчиной Вероника будет засыпать, не дожидаясь конца. Ну, я да, я не смогла провести к этому времени. Настолько монотонный взгляд, я уже хочу спать. Да, во-первых, уже неуважение к девушке, даже если он не смог придумать какой-то сюрприз банальный, но он мог бы подарить там хотя бы что-нибудь. Конфеты вам подарил. Ну, конфеты я сладко не кушаю. Это не считается. А девушка пела как для вас? Ну, вот он просто выехал на девушке, получается, и на девушке, которая петь вообще не умеет. А это значит, что показывает отношение к женщинам его. Вот то, что женщина за него пела. Нет, он же не продает девочке, так, на минуточку, он на них зарабатывает. Ну, вот и на ней будет тоже экономить, зарабатывать, все делать. Но на мне не пройдет такой ной. Роза, а тебе как же нет? Он какой-то зомбирный. 30 лет. Да никак вообще, да никак. Тебе понравилась она? Ты знаешь, в принципе, интересная девчонка, но я лучше бы вышел с тобой. Ларис, ты чувствуешь себя неудовлетворенной какой-то? Я нет, потому что подружка компенсировала. Да? Да, приятно. А я хотела тебе предложить вытащить еще одного. Давай. Давай еще одного счастливца. Ой, мне так нравится, что именно сегодня я. И все это вытащили. Тот, кто родился 12 декабря 1963 года. Не смущайтесь, да, это тоже прямо. Ну, когда же это менять? 12 декабря 1963 года тоже повезет и в деньгах, и в любви. Девчонки, вам и так повезет, не расстраивайтесь. Ты хочешь быть мешком денег? Ты себя так дешево ценишь? Ты такой мужчина, тебя кто-то полюбит, я тебе серьезно говорю. Найдется девушка, которая оценит тебя по достоинству. Совсем скоро невесте предстоит третье свидание. После рекламы смотри на продолжится. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». И я предлагаю Веронике встретиться с третьим женихом. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуй. Меня зовут Миша. Рад знакомству. Взаимно. Сейчас пообщаемся. Я чувствую, надо сначала с твоей подругой поговорить. Спасибо тебе. Смотри, перейти, пошел. Давай, с нас посмотрим. Михаил, 28 лет. Работал расклейщиком объявлений, барменом, грузчиком, разнорабочим и даже кредитным экспертом. На данный момент безработный. Гордится тем, что деньги сами плывут к нему в руки. Предупреждает, что почти не ест, спит по три часа в сутки и всегда говорит только правду. До 26 лет Михаил не имел опыта отношений с женщинами. А когда встретил ту, которая впервые ответила взаимностью, был готов на любые жертвы, но вновь получил отказ. Надеется, что с Вероникой у него все получится. Михаил, почему вы не работаете? Потому что я решил хобби свои деньги зарабатывать. Я делаю то, что мне нравится и за это получаю деньги. А хобби у вас какое? У меня платные консультации по разным психологическим проблемам, плюс там можно и бизнес. В общем, я любые проблемы решаю легко и нарушать. То есть, что вы говорите? Послушайте, вот у нас Роза проблемная. Может быть, вы прямо, я готова пожертвовать с 10 минутами эфирного времени, чтобы вы решили ее проблемы. Любую проблему озвучивай. Вот с мужчинами в последнее время что-то вот никак. А что хочется? Что? Что хочется от мужчин? Тепла душевного замуж. Что за вопрос? Душевного тепла хочу. Соответственно, надо отдавать самой первым делом. Вот так вот просто отдавать и все. Да здрасте, милый, научил тоже. Я три года отдавала, чуть без штанов не осталось. Мне кажется, своему самому не помешало обратиться к психологу. Роза в шоке вообще от такого жениха. Понимаю, да, вы на работу приходите, сначала вместе работать, потом получаете деньги. Ага, одному я поддавала. Спасибо. Потом ждем обратно. И вам правда дают за это деньги? Да. Нет, тут там прав, конечно, полностью. А вы щедрый? Да. Любили когда-нибудь так, чтобы вот просто... Каждый раз. Ну вот расскажите мне какую-нибудь любовную историю, вот что с вами происходило, чтобы я могла какую-то картинку создать? Ну... Представление о вас. Ну, последнее самое сильное чувство было... Мы познакомились в кафе. Я, поскольку сразу открыт, я ничего не скрываю от человека, да, сразу как-то она тоже открылась, стало очень прикольно, очень, вот знаете, такое искреннее общение, когда человек, ну, не боится вообще ничего сказать. Она говорит, хочу к морю. Я говорю, давай к морю. И буквально через два дня мы поехали, купили путевки. И неделю там было безбожно красиво. А на чьи деньги покупали? На свои, конечно. Ну, каждый на свои? Я на свои все покупаю. А почему она сейчас не с вами? Потому что у меня, я не знаю, тяжелые психологические термины. Родители в разводе. И одна из причин там была, ну, там, как бы... Я, как это, не очень понимал, как отношения строить с женщинами. То есть непонятно было, почему... Ну, как бы, из кого я мог считать, как бы, как вот в семье, так и продолжить. Мне кажется, и он недолюблен какой-то родителями. Ему подойдет заповедь, не загрузит, да не загрузим уже будет. Что вам самому не хватает для счастья, так вы думаете? В чем ваши проблемы? 28 лет один. Мне хватает всего. Я пришел не потому, что я ничего не могу сделать. Я пришел, потому что мне интересно. Это новый жизненный опыт. И когда я чувствую, что ты интересный можешь сделать. И послушайте, на вас же не ставят клеймо. Вы очень симпатичны. Я знаю. Вы очень интересны. Спасибо. Я этим пользуюсь. И проблем нет. Господи, какой же вы закомплексован. А вам женщины... Ё-моё, как вы меня раскусили. Платили деньги? Кто? А женщины вам когда-нибудь платили деньги? За что? Мне платили за что? А за улыбку? Не, ну вообще было дело, когда я вел консультацию психологическую. Это, наверное, ваше имеет в виду розы за консультацию. Ну, я консультирую, да, людей за деньги. А вот, ну, а платили там, ну, я не знаю, за обед? Нет, я всегда за обед, я плачу всегда сам. У него всегда есть деньги. А откуда он? А сколько у вас сейчас в кошельке? В кошельке? Покарточка золотая. Золотая кредитка, о сумме неприлично говорить. Он что, банк горбанул под руки, что ли? Смотрите, как он отвечает. Миш, давайте посмотрим на вас, то, что вы приготовили для границы. С вами опять двое идут, кстати, Паш. Они везде двое ходят. Я же говорю, это две фанатки игроком по катушке. Я кот Базилио, мне нужны две лисички. Сейчас я аккуратно вас приодену. А на сцене у них поле чудес. Кого же закапывать-то будет? Это, кстати, место шубы. Он уже переодевает. Сейчас мы с вами отрепетируем совместный труд на благо семьи, будущей семьи, возможно. Вот, мы сейчас будем трясти денежные деревья. Самоуверенный парень, кстати, хочу сказать. Очень самовлюбленный. И самоуверенный. Да. Берёте и трясёте. Одна потрясывает. Там тряси надо. Вы трясываете конфетки. А ты собирай, собирай, собирай. Я собираю. Собираю. Ты пока стой. А мы пока пособираем. Всё, уже вытрясли, бедную ёлку. Это всё? Это всё? Всё? Я же прислаживаю. Молодец. Молодец. Спасибо. Спасибо. Ну смотри-ка, не зря там бегала. Богатая. Всё. Олесь, ну как-то он на тебя-то больше поглядывал, чем на Веронику. Ну из всех женихов, вот Михаил, мне кажется, более-менее самый приличный вообще, что на него хоть можно посмотреть. Есть какие-то, да, он может быть не совсем сейчас именно на данный момент подходит для создания семьи. Но в дальнейшем, если у него всё-таки мозги встанут на место, и он начнёт зарабатывать, тогда да, потому что я вижу, что в принципе с мозгами там... Встанут на место, не беспокоятся, всё будет так. Всё-таки я пришла за более обеспеченным, богатым мужчиной. И строить отношения вот изначально с бедным, я просто не хочу. И ждать, пока он разбогатеет, пока там своими мозгами уже что-то там разовьёт, там, сделает какой-то бизнес, я не знаю. Я не хочу ждать, мне хочется всё и сразу. Песня-то какая. Ну это из Буратины. Он денег-то быстро заработает, пока живут на свете дураки. Понимаешь? Деньги-то всегда будут, так что в хороших-то руках. Он их это быстро, и не шоколадными этими делами-то. Ну, надеюсь. Ну, что с чему-нибудь, я думаю. Миша, поднимей самооценку, пусть перестанет наращивать уже красоту. Я думаю, что он человек одинокий и сам виноват в этом одиночестве. Мне показалось, что он малозговорчив, с ним трудно, я думаю, с ним было и родителям трудно, и близким людям. И ещё раз повторюсь, мне кажется, именно по этой причине он не работает. Он не может в коллективе существовать. Он ещё очень скрытный. И ещё я думаю, что он для вас будет опасным человеком. Поэтому, если есть возможность к нему не идти, поверьте мне на слово, не ходите. Ну, хороший мужчина, опасный мужчина, я слышал. Нужно одного выбрать? Ты же знаешь, была уже на программе. Ну, да. Я считаю, что третий вариант не отвратителен мне, по крайней мере. Ну, первые два, ну, это я не знаю. Спасибо. А я бы вам посоветовала пойти в первую комнату к Павлу. Вы можете друг другу быть взаимно полезными. Он не знает, что такое любовь, он не знает, как любить. Вы его научите. Знаете, как купцов красивые женщины в былые времена раскручивали. Вы его должны раскрутить. Он должен потерять всё. Он должен потерять голову от любви и страсти к вам. Он должен потерять все деньги. Его это должно как-то сподвигнуть на новую жизнь, на новые заработки. Зачем себя и другую женщину всё-таки сразу обманывать? У нас ничего не получится, как мне кажется. Я не могу из них не порекомендовать никого, но передо мной лежит кучка бумажек. Все, кто там перечислены, это счастливцы. Как я уже сказала, озвучиваем только троих. Вот я сейчас решила, что всё-таки должна вам дать ещё один шанс. Я сейчас вытаскиваю дату рождения или Лариса. И ищите мужчину с этой датой рождения. Поскольку у него и любовь, и деньги будут, может быть, ему повезёт с вами. АПЛОДИСМЕНТЫ О, и 11 ноября 58-го года. О, опять. Кошмар. 11 ноября 58-го года. Но вы сказали, красоты не хочу, хочу денег. Почему нет? Аки, да ладно, девчонки. Ай, Вероника, я понимаю, выбор трудный, но вы его сделали, поэтому проходите. Не томите, мы вас в любом случае поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4-4. АПЛОДИСМЕНТЫ АРУНС 30 лет, номер 2237. Фермер, родом из Латвии, живёт в Лондоне. Мечтает купить дом в Англии и стать механиком. Познакомится с хозяйственной скромной девушкой из приличной семьи, которая привыкла трудиться. НАТАЛЬЯ 24 года, номер 2239. Совладелица салона красоты. Фотомодель. Мечтает об огромном доме с большим круглым столом. Познакомится со взрослым, уверенным в себе мужчиной, крепкого телосложения и открытым взглядом. Мы не знаем, выйдет Вероника одна или с избранником. Я приглашаю всех выйти, чтобы её поддержать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Привет. Все-таки я решила выбрать тебя. Вот ты как бы мне больше всего понравился. А вот хотелось бы с тобой пообщаться. У нас есть пара Вероника и Павел. Желаем, чтобы ваша жизнь была богатой и насыщенной эмоциями и любовью. Для вас поют настоящие целители женской красоты группа дискотека «Абария». Зашедшие с небес, как чудо из чудес. Такие ноги, ноги, даются лишь немногим. Чувствуя земли, будут как корабли. Ах, эти ноги, ноги не будут одинокими. А ноги, а ноги, а ноги, 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 ноги. Как будто это к счастью две дороги. Ах, эти ноги. Давай, поделимся. Ей для жизни не нужен пистолет. Она и в разуме слышала слова «нет». Мудрые мужчины найдут причины. Понять, разгадать её секрет. Это дан природы, дан судьбы. То, что людям дано, только для войны. Вот они наши власти лины, мы же только и для вы. Ноги-моги продвинутых столиц. Они важнее туловищ и лист. Эй, ведь я не вижу ваши ноги. Ноги сами разруливают процесс. Кем вам и служат, как и принцессы. Ноги важны, ноги нужны, ноги не жны. А ноги, а ноги, ноги, ноги. Не будут одинокими. А ноги, а ноги, ноги, ноги. Даются лишним ноги. А ноги, а ноги, а ноги, 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 ноги. Яхты, жеребцы и острова, Самолёты, дворцы и салоны спа. Бриллианты, банкеты, известный муж. Важные секреты для важных служб. Главная валюта среди валют. Вас везде полюбят, везде вас ждут. Если нет, то примите меры. Если есть, мы миллионеры. А ноги, а ноги, 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 ноги. Два ангела, две недотроги. А девушка, у вас такие ноги. Что дают и что за ноги. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс именем героя на номер 4-4. Я Лариса Бузеева. Желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся! Давай, поженимся!